Ох, были бы мы без камер. Ты бы погрыз, ну что? Егор, прекрати, пожалуйста. Итак, продолжаем. CDEK OG. Банец Опарэйшн. Банец Опарэйшн. Виспкини. Все хорошо в OG. Напряженные лица? Да. Все-таки это уже довольно поздняя стадия. Погоди, а победивший здесь куда попадает у нас? На ВИЧ, по-моему, нет? Нет. Победивший здесь попадает на победителя второй пары. Уже в топ-4. Уже минимум топ-4. Да, победитель минимум топ-4. Тут же у вас кожа. Так это уже, да. Это уже довольно поздняя стадия, и победитель попадет на Винера. На победителя ВИЧ против ЕХОП. Да. ВИЧ против ЕХОП. Вот забавно будет, если у OG сейчас выигрывают здесь CDEK, а потом выиграют там, это будет просто China Slayers, такие, которые всех китайцев поубивают в турниры. Но будет там тяжело. Ты правда веришь, что будет на первом мейджоре топ-3 без Китая? Без единой китайской команды? Вообще слабо в это верю, а как глор китайской сцены я буду опечален. Даже более того скажу. Ох, и Тусик у них есть, и Виверна есть, и Забанин еще Дазл, и Забанин Хускар. Как же они молодцы. А что-то я не понял. Подготовились, получается? Да. Они смотрели реплеи, молодцы. Слушай, я не понял, почему у OG забанили, ну, например, Бристлбека. А CDEK когда вообще играли с Бристлбека последний раз? А дело в том, что, по крайней мере в Китае, да и не только в Китае, Бристлбек считается одним из самых лучших героев против Висптини. Виртус про очень часто его берут. Вы просто ставите в мид этого Бристла против Висптини и Бристла там отлично себя чувствует. Ну да, это хорошая штука. Ну просто а CDEK я все равно ни разу не видел. Те же секреты прошлогодние именно так против Висптини играли. Ну может быть, да, может быть решили подстраховаться таким образом. Это там куча героев, которые могут поставить очень хорошо против Висптини, не знаешь? Он по игре очень хорош еще. Царь этой линии это арбуз. Он просто приходит и крутит якорь. Да вот что-то не уверен. Нет, это царь. Мы много раз играли с годом в свое время в Висптини. И этого парня обыграть на линии можно только если у нас будет две бутылки. Одной бутылки не хватает. Это просто псих, а не герой. Ну и то я думаю, что если он будет зеленый псих, грамотно играть, то тебе и двух бутылок тоже не хватит? Нет, с двумя бутылками как-то можно. Ну там, не знаю, Висп на базу сходил, забудил две бутылки, что-то такое. Ну, до такого вряд ли дойдет просто. Скорее всего люди придут против арбуза с обычными закупами, бутылка одна будет. И они такие, оп, руки разведут, что делать, арбуз крутят. А для этого нужно опытным быть и играть против арбуза. Ну вот. А сейчас уже люди не помнят. Мне кажется, оба блин, о третьем арбуз уже против этой линии и все. Его полномочия и все. Да нет, нет, нет. Мы правы, блин. Мы же не специально поддавались, Артур. Это же не из бухты-барахты взялась эта инфа. Ну, не знаю. Возможно, мы не самые были лучшие игроки. Вот, возможно. Конечно же, да. Возможно, именно поэтому Virtus.pro и по сей день с Виспом Тени не играют. Не, ну сейчас я не знаю, кстати, почему они с Виспом Тени не играют. Потому что... Потому что у года плохие воспоминания, Егор. Нет, да мы нормально играли. После арбуза до сих пор не отошел. Арбуз просто нас редко ставили, но это каждый раз была печаль. Я думаю, что... Я думаю, что... Зрители, кстати, я прости перебью, считают, что OG победят со счетом 2-1. Европейцы, понятно. О, это сигнатурная бруточка для XZ. Для XZ, да. Не так он часто на ней играет, но она сигнатурная. Но когда играет... Седеки пока идеальны. Играют хорошо. У Седеков пока все очень хорошо, да. Так продолжай свою мысль, Ярослав. Так они играют Virtus.pro с Виспом Тени, потому что... Я просто слышал информацию почему. Я тоже спрашивал, а что вы не играете? И понял, что, значит, Lil отказался, как говорит, перетягиваться к Элидану, если он будет на тени. Так пусть год на тени играет. Пусть еще надо году играть. Ну а тут у них что-то не получается уже, мол, там, по остальным пикам. Год, мол, то ли не хочет на тени играть, то ли все как-то не так выходит. Ну, в общем... Все не то и все не так? В общем, все не то и все не так, да. Кстати, про пайката. Вот он рядом там-то сидит. Кстати, про пайката, да. А почему тут пайкат? Все не то и все не так, да. Ты, видимо, прослушал аналитику Александра Юрьевича? А, да. Ну это же старая его фраза уже. Все, ладно, сори. Реально затупил. Шейкер. Слабость на линии. Бруда накажет. Ну нет, ну ОГ, Дота 2. За что вы пикаете такую фигню? Я на вас поставил 2-1. Вера была в вас. Да. Против своих мальчиков Седек поставил на вас. Ты против своих мальчиков пошел. Ну вот я что. А могли мы привить? Ты Седек ЕГЭ ставил на Седек, а сейчас устаешь на УГР. Ну и мне не понравились Седеки против ЕГЭ. Они пиковали. Лайфстилер против Дума. Это было отвратительно. Что? Было ужасно. Выlong. Здесь у меня кровь полилась из глаз. Даже Illidan. Я с Illidan смотрел эту иголу. Он говорил, что это за пи-и-и-и-и-и-и-и-и-и! на первую позицию, тогда можно что-нибудь придумать. А еще против тебя уже Doom и Венгарк, и Клокерк, и SF. Как против этого Масилера брать, это суицид полный. Ну и сейчас он не добьет, добьет. И с Едином Пуджом, с Аганимом и Веншантом, это она хороша. Я не знаю, я помню в матчмейке, когда мне парень пришел на линию и сказал, я саппорт. Стоял просто в стиле XPU, а потом поехал в Веншантом кататься по карте. Эти, ну и молодец парень. Нет, конечно. Что за глупый вопрос? Как же они пикнули, боже, молодцы какие. Шики на вайпере, хз на брудочке. Агрессив на кладе. Агрессив на копочке, гардер на тусике. Или Q на тусике? Что-таки гардер на тусике. А Q на сигнатурной, значится, виверни. Чем сейчас вылечить ОГЭ пик? Я не знаю. У СДК действительно все сложилось. Они заболели чем-то посреди пика. После бесплатения у них случалось болеть. Я не знаю. У какого героя им можно взять, чтобы это обрело силу? Я тоже. Вообще хоть какую-то против пика Седек. Ну, вообще-то да, вопрос. Тут нужно идти по... Это герой для Миракл. По наклонной и пикать Некрофоса. Во, Некрофос может спасти пик. Ну, пожалуйста. Он хоть что-то сделает. Раньше и считали, что Некрофос контрит бруду. Ну, он более-менее там может стоять. Если ему поможет шейкер какой-то, то они там вполне себе ничего. А так по игре он хоть что-то сделает. Они сейчас скажут, да ну, ребят, давайте Мираклу ВР-ку, как всегда, по старинке будем. Потому что ВРК осталось. Ты в Паве много игр сыграл на ВРК? Много. Держи. Не, ну Некрофос вообще здесь не плохо. Некрофос реально неплохо. Тут есть что как раз под прокаст закинуть в кого-то косу. Против Колден Брейса коса опять же та... Та самая фиг кого подсейвишь. Там против брутки стоит. И в принципе норм. Но это Алхимик. Я думаю, что Паучков пытается стучить. Начинается первая карта матча Седек против OG. Победитель всей серии становится как минимум топ-4 первого в истории мейджора. Смотрим. Ну что ж, действительно смотрим. Мы с Димой будем для вас комментировать эту игру. А OG против ЦДЕК. Опять-таки ЦДЕК в буквально... ...буквально в Дву-Нэш. Надо выиграть завтра победителя матча ЕХОМ против ВИЧ и потом еще выиграть финал УЗР. Это будет очень сложно. Вечер в Франкфурте. Вечер везде, где вы нас смотрите в прямом эфире. Последняя игра сегодняшнего дня. Давайте смотреть за битвой этих двух команд. Невероятное противостояние данных коллективов. Кто бы мог подумать, но китайская стабильность, один из лучших коллективов, который очень хорошо выступал на протяжении всего турнира, проиграл Team Secret и попал на неких похожих представителей нашего региона. Не, ну ЦДЕКи проиграли у ЕГЭ. ЦДЕКи проиграли у ЕГЭ. Вот тех самых, вот понимаешь, ЕГЭ их бедных в финале Интернешнл. Здесь вот прям вырабатывается уже у них какой-то такой анти-ЦДЕК компонент в мире доты, скажем так. Ну и действительно, ЦДЕКи, которые настолько круто отыграли в матче против LGD, настолько круто отыграли группу, переиграли ЕХОМов. Ну, посмотрим, как здесь. Так, Даггерфлай, может быть разборка на первых игралах, отрезали агрессива. Но Тейл пошел, ЭВЛЕНШУ, агрессива проблемы. Агрессив без блинка, потому что Даггер качал, агрессив без блинка. И это форсбат от флая OG. Потрясающий байт. Шикарный. Видимо, рассчитывали, СДЕКи, что, может быть, они сюда придут четвером. Один герой у нас по-любому будет забирать руну сверху. Но, как мы видели, OG к этому были готовы. И ждали появления Queen of Pain до последнего. Ну и к тому же еще забирает Miracle у нас Баунки руну. Ну и все, оказывается, лучше некуда для команды OG в самом начале. Вторую руну забрал, конечно, Viper. Ну и сейчас мы узнаем, какие же линии у нас будут в сложной. Он Миндер на Шейкере в миде, конечно же. А нет, вы посмотрите, все-таки я был уверен, тоже так же, как и наши аналитики в том, что Тинни Виз был стоять в миде, оставляет Miracle здесь против Шики. Очень сложно будет Miracle. Очень сложно стоять против Viper. Надо будет постоянно отвлекаться на какие-то спауны вот здесь, вот здесь. И вот здесь, конечно же, постоянно их фармить. Но что стоять тут будет архи-сложно. Да, и Viper, мы видим то, что он прекрасно понимает, что против него стоит Алхимик, который очень любит обузить свою точку. И первым скиллпойнтом у нас начинает его активно мять. Да, все абсолютно верно. Как бы, Carousel Skin пока качать нет смысла. Надо стараться Miracle этого разминать. И будет это делать Шики. Ну, посмотрим, кстати, как Miracle будет качаться. Будет ли он вообще в два хотя бы качать Grivel's Grid. Вот что мне интересно. Ну, что я думаю, что по такой игре, возможно, будет он качаться там Wasted Spray и One Stable Concussion. То есть через стан, через тучку. Как-то без Grivel's Grid. Ну, все может быть, опять-таки. Ну, и на топе, кстати, надо вспомнить про топ. Здесь у нас Брудмамка стоит против Крита на Виспе и Ноутейла на Тине. Тине Виспе и Ноутейл в этой связке. Это история очень долгая. Сыграл миллиард матчей, но был всегда по другую сторону Тезера, скажем так. Всегда играл он на Виспе. В бытности игроком и Fnatic, в бытности игроком Team Secret потом. Действительно, на Виспе отыграл этот товарищ очень много матчей. Ну, и сейчас отыгрывает на Тине. Но Крит на Виспе, стоит сказать, тоже очень-очень круто играет. Ну, в общем-то, CDC сейчас показали, что не боятся они данной комбинации. Видели, мы уже как китайские коллективы очень хорошо расправлялись с подобными связками. Нападение на Бруду. Бруду засыпали. Просто убили. Бруду выкинули. И Бруда не ожидала. Да, вот здесь стоял Вард. Не думал XZ, что его видно. Не палились до последнего Крита и Ноутейл. Но в итоге оказалось, что видно все-таки здесь XZ. И его убили. 15 на 3 Крипстата и Ноутейла. Всех Паучков еще и к тому же позабирал. Ну, тут надо XZ быть поосторожнее с этим всем. Ибо могут быть действительно проблемы. Ну и Миракль в миде. Миракль в миде, да, 7-1. Не так все хорошо, как у Вайпера. Но все же Крипов добивает. И это, наверное, самый важный момент. Зомби очень хорошо помогает. Пусть даже этого Вайпера он не убивает. Но с другой стороны. Так, у нас в очередной раз старается убежать XZ от Тинни, который продолжает его наярить. Проблемы игроновой у Виверны могут быть. У Тинни нету, правда, маны. И вряд ли маны появится. Но пытается его тут висп еще расхаразить. Как же тяжело тот с деком. Сложно. Также подходит сюда еще и зомби. И чувствует, что Винтерверна может пойти наперетяжку. Может быть, кого-то найдет. Но Кью понимает, что Флай рядом. И стоит дальше в защитной позиции. До первого левела Винтерверна. Ничего толком здесь Кью сделать не может. Надо бы хотя бы второй получить. Как-то залететь. Какую-то пользу принести. Пока тяжело тем временем в легкой линии. Мун Миндер. Проблемы у него огромные. И Агрессив должен с Гардером здесь зарабатывать. Первый фраг для Сдек. Так оно и есть. Сдек Агрессив. И вот он первый фраг для китайского коллектива. Ну что же, пока мы видим то, что OG в принципе стоит нормально. То есть хорошо у них получилось задоджить в данном случае виспа с Тинни. И стараются их напрячь. То есть, как мы знаем, эта связка очень хорошо может проявить себя, если ты даешь им пространство. Если они быстро набирают шестые лвла. Но, как сейчас, мы идем немножко и небольшие проблемки у Тинни. Его очень больно пробивает. Ноль армора. Вот это да. Ну да, неприятно, конечно, Тинни. Как только Крит убежал на снабазу для того, чтобы там принести банку. Ноутейловскую как раз таки решили напасть на Тинни. Пошел в сплинтер бласт и начала грызть бруда. Неприятно. Не было бы здесь рядом с баком. Может быть, и даже смогли бы убить там Ноутейла. Но убить его не смогли. Это самое главное. Тут Мидия. Шик. Сейчас будет стандарт Миракля. Вот он стандарт Миракля. Тут же флай. Пошел Дикей. И пад. Боже, как же... Как же зал-то кричит. Обречаешь, у меня как болеет здесь за OG. Вот именно за OG. Да, я понимаю, европейская команда. Но... Я не думал, что он же настолько будет поддерживать OG. И сегодня матч против Virtus Pro. И сейчас... Вот действительно прям любимчики публики. Такие возникают. Ну, это Ноутейл. Ноутейл всегда был любимчик. Кстати, да, стоит отметить. Таких товарищей, как Ноутейл и Флай. Да. Сколько лет уже ребята на сцене. Да, Миракл Крит. Миракл вообще супер новичок. Крит особо там толком никогда ничего не достигал. Мун Миндера мы с ним познакомились только на прошлом Интернешнле толком. Ну, а Ноутейл и Флай. Со времен Fnatic 2013 года, когда они в топ-6 Интернешнл попали. Тяжелые времена были. Не могли никак найти команду. Ни один, ни второй. Немножко получалось у Ноутейла в каких-то коллективах. Немножко получалось у Флая в комплекте. Но в итоге вот нашли все-таки они все коллективы. И даже топ-6, если они сейчас проиграют, я не думаю, что это будет провальный результат для коллектива OG. Я думаю, это будет хороший результат. Да, я бы еще добавил, что немножечко получалось, но в целом занимали там топ-1 американский хвал, занимали топ-9, 12 Интернешнл. То есть, в принципе, ты немножечко входишь в топ-10 мира. Это всегда было достойно, что для одного, что для второго. Но, с другой стороны, Манки Бизнес, да, собрались после Интернешнл. Как всегда, после каждого Интернешнл возникает огромное количество вот этих вот стаков. Европейских, СНГшных и так далее. Ну, и настолько мало этих стаков доживают, да. Мы можем даже после этого, так сказать, там, Манки Freedom Fighters, Манки Бизнес, Форт Леверсон Лепрекон, там, Голден Бойс, еще много-много стаков. Мы видим, ну, действительно, на полном серьезе заиграл только вот этот. И заиграл просто очень хорошо. Ну, здесь мы наблюдаем то, что очень хорошие рулевые. То есть, когда обычно происходят стаки, то там мы наблюдаем обычно пятеро малых, которые... Или Капитан Син Синг, да. Да, 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 или немножко горячие. Но здесь видно то, что два очень опытных старичка это на Теус Лайм. И они этой командой очень хорошо заправляют. Ну, Капитан Флай, действительно, этот товарищ суперок. Кстати, вот, сегодня на завтраке сидели с китайскими комментаторами, и они задали такую интересную тему для разговора. Почему у большинства топовых команд, даже если взять там топ-8 команд, у Капитана в никнеймах три буквы или меньше. От No Tail, напали на него. Гардер, пошел тот с Гардера, очень больно Гардеру, Шарды мимо, и на этом все закончилось. В Капитан Флай, ППД, Пупей, когда он писался ПП, Игорь. Всех по три буквы. Хью и Зэк, вообще одна буква. Что за пигня вообще происходит? Типа, чем короче никнейм, тем лучше играешь. ФНГ тоже. ФНГ. Как-то теперь я понимаю Light of Heaven, почему вы не были Капитанами. Ну, ошибся в одно время. Да, да, да. Надо было L назваться, просто L. Людям бы нравилось. Что, успокоилась немножко? Игра на восьмой минуте. Ну, у Тини 60 на 13, но там очень много пучков. На Монминдера снизу, агрессив, отлично. Просто сбривает в секунде, Гардер вкатывается, агрессив. Соник Вейвом просто не отпускает Монминдера второй флаг. Продолжает делать объем работы Гардер. То есть, видимо, предполагает то, что нет вардов OG, потому что как-то побегал наверх, побегал вниз, побегал в центр. И где-то тебя там приняли, где-то не приняли. Но вот снизу седьмая минута, и обычно к этому моменту игры варды падают. В итоге мгновенная перетяжка, и с квопой Шейкера спокойно забирает. Да, я прекрасно понимал, что толком Флай-то никуда не бегал, поэтому варды вряд ли куда-то появились. Флай то был на топе, то где-то в миде появился, поэтому не мог он тыкнуть никуда варды и отлично реализовывает вот это вот преимущество в вижне. Точнее преимущество в слепоте команды OG, потому что вижена у самих Сидек токен тоже мало, вот здесь только есть. И вот сейчас очень хочет Флай как-то постараться пропушить линию, но выходит агрессив с дабл дэмэджем, начинает его нарезать. Прилетает Висп и нехороший прокаст, а графиса забирает Фантастика. Висп стоит забывать. Он не ожидал, что Висп уже шестого уровня. Да, восьмая минута, восьмая минута, Висп левел шесть и мы сами понимаем, что иногда бывают игры, когда бедные Виспы там до 12, до 15 минуты мучаются. Но тут крит, конечно, красавчик. Боже, 84-85-14, успокойте кто-то, мол, Тейла. У него просто 100 крипов будет до 10 минуты с такими темпами. Ну вот Бруда старается его успокоить, но как можно смотреть, так, у нас опасность, опасность. Снизу Мун Миндера. Снизу Мун Миндера, нападает на Мун Миндера. И вот те самые варды, которые очень хотел поставить Флай, которые по-прежнему у него в запаке. И он снова идет вниз, чтобы защищать своего хардлайнера. Дают о себе знать. Да, надо было тот вар тыкнуть куда-то вот просто вот сюда. Один вард вот сюда куда-то, чтобы было видно, кто забегает, забегает ли там гардер. Но в итоге мы видим, гардер пока держит игру более-менее на одном уровне. Потому что если бы не вот эти вот три фрага Тускара, фактически это три фрага, да, фраг и два асиста. Ну все три были сделаны на шейкере. То было бы сейчас, наверное, все еще не весело. Так, ну что, Ноутейл успеет ли сделать 10? Ой-ой-ой, успел. Да, успеет. 99 на 15 у него. Но вот пока мы смотрим на криптат Нутейла, хочется отметить, ты посмотри на нутворс алхимика. Казалось бы, крипов-то у него почти в два раза меньше, но при этом он уже 6500 нутворса. Это же алхимик, ребят. И я всегда привык, что надо за алхимиком смотреть в начале игры, потому что он фармит. Здесь я что-то как-то забил на нем, потому что экшена много. Но товарищ, товарищ правильный, это алхимик правильный. Миракл, ты красавчик. Я болею за этого правильного алхимика. Я всегда болею за правильных алхимиков. Я не люблю алхимиков-курильщика, которые, ну вы знаете, что покупают, да? Радианс и прочую фигню. Я люблю вот таких вот правильных алхимиков. Вы понимаете, что сейчас будет происходить? Вот когда Миракл выйдет в атаку, вы увидите, что будет происходить, когда в человека полетит Unstable Concussion под Acid Spray и под SolarCrist. Это просто забей. Минус 7, минус 10, минус 17 армора и в тебя влетает стан. Ну почти 100% урона. Да, ну там забей. Там просто-напросто у людей будет пропадать, ну такое огромное количество хп. Но такой довольно-таки хороший баланс. Потому что в первую очередь Acid Spray это физа. Unstable Concussion это тоже физа. Вульти это тоже, в принципе, нехило бьет за счет большого атака спида. Это тоже физа. И неожиданно, но алхимик превращается в машину убийства. И это не будет тот самый алхимик, который... Ой, Молтейл снизу. Атака на Q. Пытается улететь Q. Витс влетит сюда. Витс вместе с Мунминдром. Отлично! Минус Q. Уходит агрессивно и делает тп-ауд отсюда. Ну, Миракль еще взорвался. А Мека появляется у Вайпера. Ну, Тейла бы отсюда увезти или они с Мунминдром? И могут попробовать ответить на крита. А Витс на топе, Витс на топе, да. Да, агрессив красавчик. Понимал то, что Витс и Тинни улетали сверху. Может быть, ожидал, что Витс вернется с Тинником. Может быть, заберут двоих. Но один герой это тоже нормально. Шики тем временем вынес Миканзм на 12-й минуте на Вайпере. Тоже очень неплохой результат. Ну и... Держится, держится. Недалеко отстает там от Квапы. От Тинни недалеко отстает. Да, у Тинни бешеннейший Крипстат. Но не забываем, что там огромное количество паучков, которые не так ценны Шики. Ну, там Миканзм есть. Не так просто будет. Тос. Отлично! Мунминдер! Как же четко тостает Шики. Но тут Тускар. Мунминдера подбросили. Мунминдера. Проблема у него. Юзай Сики поживает Шики. Должен, наверное, все-таки под тобой Шики живет до сих пор Шики. Да ладно! Все-таки погибает Шики. Как долго он жил. Но в итоге не смог остаться. Не смог здесь остаться в живых. Никто больше не прилетел, не подсейвил. Но и в итоге это все-таки минус. Вайпер в исполнении OG. И где же Миракл? Миракл идет вниз. Пробежались по нижней линии и их не заметили. Сейчас бы Даггер Миракл. Сейчас бы Даггер. Он его купит. Сейчас бы Даггер Миракл. Давай Даггерочек. И я просто буду за тебя топить неистовым образом. Потому что Даггерочек и врывы это же будет просто космос. Тут такие два варианта. То есть когда у тебя такой билд, тебе нужен один из двух артефактов, чтобы можно было себя быстро на ганге в драку доставлять. То есть первый из них это Лотар. И ты будешь разводить людей на большое количество Сендрей. Ну а второй это блинг. Такой более надежный, более уверенный. Это как закидывать мамонтенка. В мидиа. Как вот забрали агрессию в мидиа. Очень быстро. Слишком далеко зашел агрессия. Так вот, кстати, Shadow Blade в этой игре тоже имеет смысл. Как бы ты играешь против Вайпера. И потом Shadow Blade какой-то можно превратить во что-то очень серьезное. И тоже убивать. Ну то есть SilverEdge имею в виду. Ну а вырубать пассивочку. Так, смотри, Miracle. Видит XZ. Сейчас будет тучка стан. Я думаю он просто о пауках думает. Ну, пауки это просто миллион денег. Вот этот бегает миллион денег. Или снизу. Снизу врывается на Нотейла. Подходит таск. Виспа фокусит. Моментально забрали. Остается Нотейл. Делает ТП. Улетает. Ну и так нормально. So-so. Но и Miracle на топе все равно очень хочет паучков. Он очень облизывается. Как же он их хочет. Ты посмотри. Как он их хочет. И что? Куда Miracle? Можно в кустике? Miracle паучки. Давай, давай, давай. Нет. Все. Видит, видит. Вот паучки. Miracle. Вот пошел. 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 Из Танчика Кентавра. И уходят паучки. Капуня. Нормально. Ну это же, понимаете, сколько это денег. Это как стоять фармить Тамбу. Которая просто стоит и клепает зомбарей. В свое время так обузили. Так а почему быть? Появлял Тамба, появлялись зомбарей. Ты забирал их с Пу. Алхимиком ты еще забирал галку. Тамбу не убиваешь. Стоишь, просто ждешь пока спаунится. Вся твоя команда приходит, стоит возле Тамбы. Спаунятся зомбаки и ты просто зарабатываешь Капуню. Там до полторы тысячи с одной Тамбы можно заработать, если на людей прогнать. Ну, так и было. И Алхимик, Алхимик, который, в общем-то, запаковался на бойца, очень хочет попробовать реализовать себя. Есть, в принципе, все. Есть зомби, которые ставят Тамбу четвертого уровня. Есть птини с шикарным прокастом, который спокойно забирает любого. И можно попробовать. Ну вот, Шики. Шики снизу будет первой целью. Вот так вот Шики. Не совсем удачно, потому что не был повешен на него Савар Крест. Ну и так его убивает Мун Миндер. Тем временем от агрессива умер. Мун Миндер пока дает надежду команде Сидек. Его убивает. Ну и хозяина Бруде тоже чувствует себя довольно неплохо в сложной линии Утсдеков. То есть Тавр там забирает и так далее. Ну, в общем, по деньгам пока OG ведут, но очень-очень мало. Обычно в команде с Алхимиком происходит, ну, не так. Обычно преимущество довольно большое. Ну и в команде с зомбарем тоже хочется отметить. Как правило, преимущество какое-никакое, но ты для себя зарабатываешь. Ну что интересно, не забирает Алхимик Тавра, не забирает там тени Тавра. То есть вот Тавр снизу мог бы забрать Алхимик, но нет, отставляет он саппортом. Он понимает, что саппорты тоже должны быть полезны. Кью, пошел ультимейт крита, и это минс висп в очередной раз четко действует. Ребята из Дздека ловят. И, кстати, у Флая могут быть проблемы. За Флайем надо бежать, Флай делает тп-аут. И, ну, как-то странно вот это все было. А Гресси просто бежал-бежал и пошел крипа убить в лес. Ну, Сиди и Си молодцы. Как только, как только у нас вот нападение в миде. Отличный блинк от Нотелла. Усмог задоджить ультимейт вайпера. Вау. Сильно. Так вот, как только у нас перетягивается Алхимик в мид, как только перетягивается тени, точнее, как только перетягивается Алхимик наверх тени в мид, и ты понимаешь, что внизу малая часть противника, ты спокойно заходишь, дивардишь. Вот мы видим то, что они задивардили. Нападает еще на вайпера, которого стараются за сэвить. Надо чем-то пробить сейчас. Ульта, ульта. Нужно ультовать шекеру. Хороший ультимейт. Игнать, гнать, гнать, гнать. Проблемы сейчас у Q. Сейва толком нету. Колденбрейса был потрачен. Улетает Q отсюда. И не видно его у Нотелла нет. Кулдаунился. Эваланш. Но вот теперь Эваланш Тосс. И не хватает. Хватает все-таки дэмджи. Хотел сказать, что не хватает совсем чуть-чуть. Но хватает дэмджи. Ноутейл. Ноутейл, кстати, тоже. Он покупает блинк. Он покупает барабаны. По-моему, ему не стоит думать про аганим вообще. Потому что Миракль ему этот аганим может купить. Как бы. Может купить. И вот можно еще убить гардер. Как же посыпались-то. Как же посыпались-то от деки. Блинги здесь вообще приятная вещь. Ты имеешь Queen of Pain. Которая, как мы знаем, не герой против прокаста Тини. Та же Винтер Верна, которая может упасть в одно мгновение. Ну и та же Бруда. Вот она бегает, бегает. Но, как мы видим, айтемов на хп у нее маловато. Так что Тини тоже моментально забирает в любой момент. Агрессив напал на Миракль. Миракль просто Солар Крест повешил, повешил на Агрессив. Агрессив говорит такой, не братан, сорян. Это не тот алхимик, которого можно пробить. Так рано Бруда нападает на зомбаря и забирает. Реализация Арчи, да? Да, но все правильно. Тем временем, да, я был прав. Ты посмотри на Курьера. И мы видим, что вот он, аганим для Ноутейла. Начинает появляться в инвентаре у Миракля. И очень хорошо бафнет Ноутейла Миракль с помощью вот этой покупки. Сам он считает себя уже полезным. В принципе, это то, что надо. Мы у таких алхимиков видели несколько. Алхимиков, которые превращаются фактически в полу-суппорт алхимиков. Ну и это действительно хорошо. Действительно хорошо. Он полезный. Он и так может врываться. Он и так может весь штучку. Ну а Тинни он бустит просто невероятным образом. Тинни и так хороший Нетворс имеет. А сейчас у него 8500. Да, и у него будет 13. Миракл. Миракл. Надо жить, Миракл. Но на этот раз хорошо действует с дек. И опять гардер. Опять гардер. Еще добавлю то, что алхимику, ну частично можно его приравнять к классу стрельцов, которые любят, ну может с расстояния он наносит тоже довольно таки много урона. То есть даже если он с руки не бьет, но нюк у тебя имеется. Эсид спрей имеет невероятный КПД, учитывая то, что урон физический и ты режешь армор. И вот пока это фишечка OG. Они любят так вот брать алхимика на полу-суппорта в мид-лейн позиции и отжирать Ноутейла. Что же, цдеки заняли чужой лес. На топе уже Т2 упал, поэтому, ну, находиться здесь довольно бесперспективно. Можно разве что, да, вот Закив смог и пытаться что-либо сделать. Неужели нарушен? Очень хорошо вардят CDC. То есть забежали в вражеский лес, убили алхимика. Сразу поставили варды. Никого не видят. И пока алхимика нет, можно попробовать забрать Ноутейла. Ай, поймали ее опять! Блин, делает Ноутейл. Славится от него. Агрессиво надо здесь принимать! Моментально надо принимать агрессиво. Засыпает его. Ну, какая ошибка от агрессиво. Ноутейл. Будет ли сейв? Да, вот он сейв на Ноутейла. Полетел очень далеко гардер. Ноутейла зачем-то отсюда увезли. Ноутейла зачем-то увезли. Он возвращается с ТП в драку, потому что понимает, что надо драться прямо сейчас. Стан залетел в Q и в шики вдвоих прям. Как же здесь нужен Ноутейл! И, боже, что происходит? Крит! Ужасная драка открыта. Где Ноутейл? Где Ноутейл? Нужно срочно вызывать Ноутейла. Бежит! Вот он! Ошибся Крит дважды в этой драке. Дважды! И вот тот свиспа! И еще умирает! Боже, как все ужасно! Ноутейл остается один против двоих. Его надо кайтить здесь. Стараются забрать Q. Остается он один против троих. Его также забрали. Ноутейл, как мужчина, дерется до конца. Кайтит его Viper и забирают. И здесь XZ. И здесь XZ остается. Боже, боже, как же все получилось неправильно! Изначально, казалось бы, Ноутейла ворвались. Он сделал блинкаут. Он спасся. И Квапа блин канула за ним. Тут же умерла. Но Ноутейла Висп забирает из самого разгара драки фулоуа. Ноутейла. Он тут же разрывает Тезерс. ТП летит сюда. На Т1. Пока добирается до драки. И уже драка пошла в другую сторону. Еще и почти Алхимик добивает. Приходит Висп. Тезерсов Алхимика и возвращается на реплики. Дорелокейт свой блин. Еще умирает Крид. Плохо. Очень плохо. Да, но с другой стороны, почувствуй, насколько они сильны. Они без Ноутейла умудрились развалить в четвером почти всю команду противника. Там были байбеки. Не забываем, что байбеков там действительно было много. Два. На Тасики и на Queen of Pain. Да. Блинг у Мунминдера. И Аганим сейчас появится у Ноутейла. Вот Ноутейл сейчас дождется его Миракль и передаст ему торжественно Аганим Ноутейлу. И вот он. Ноутейл вырастает. Смоки четко действует. Я уверен, что должны быть смоки или может быть даже пойти без смоков. Потому что вот у многих профессиональных команд есть такой момент. У тебя есть блинг. Шайкер. Враг об этом не знает. Нужно идти реализовывать. Это может быть элемент неожиданности. Да. То есть как Сиди и Сиры сейчас вот реализовали орчит на клопе. То же самое сейчас хотят сделать OG. Очень нужно им сейчас подраться. Сейчас драку они должны выигрывать просто в салате. У Сиди и Си вся информация. Сверху никого нет. Бруда пушат пауками центр. Должны понимать. Нужно играть очень осторожно. Посмотри, куда все бегут. Все бегут на базу. Вот сюда. Что-то не под Т2. Да, это называем новая точка Virtus.pro. Сюда обычно уходит, если враг идет в смок-атаку. И самый важный фактор. Если вы идете в смок и враг может спрятаться, то нужно, чтобы стоял Рошан. На Рошана мы зашли и увидели неожиданно паучка. Сиди уже знали, что хотят делать OG. Ну и что же, Miracle. Что дальше? Будет ли себя бафать? Либо может быть Аганим для зомби, например, вынесет? Вот тут уже вопрос. Какие полезные артефакты дальше нужно покупать Miracle на этом Алхимике? Ну там Шейкеры можно тоже всегда забафать. Можно Шейкеры, да. Ну Шейкеры тоже, наверное, последнюю как-то очередь. Просто Алхимик, он такое существо. Ты если пакуешься, то пакуешься уж на Верочку, чтобы тебя не убил никто. Ну что, а если уж ты становишься таким пол-супортом, то ладно, пакуй свою команду и стой сзади, вообще не влетай в замес, все будет хорошо. Ну мы видим, что у Тини тем временем Eagle Song и Тини сейчас будет покупать Этериал, что ли? Или бабочку? Пока неизвестно. Много, много чего здесь может быть. Ну, вообще немного, только Этериал и бабочка. У меня, скорее всего, конечно же, бабочка. Хотя Этериал он тоже покупал когда-то и видели мы это. Забавный Тини получается. Очень больно делает под Этериалом, скажем сразу. Прям очень больно. Ну убивает почти любого здесь. Да. Так, ну вот паучки понимают, что они умирают. И действительно, паучки умирают. Ну что, Сидек, по-прежнему в чужом лесу. Агрессив, смотри, на Т3 уже заходит агрессив. Не хотят Аджи заходить свой лес. По-прежнему чувствуют, что там стоит варды и стараются как-то развести. Стараются как-то развести CDC, чтобы они сами пошли. Но CDC не ведутся, потому что пока еще рано. То есть, да, у нас есть Орчет на Квапе, у нас есть Орчет на Бруде. Но у них там всего по 1000 хп. Этого мало, чтобы переживать про каст. И нужны какие-то хп. 23 минута, 14 на 11. OG ведут матчи против СДЕК. Опять-таки по деньгам преимущество очень маленькое. Там менее 2000 голды. И 2500-3000 хп ведут CDC. То есть, в принципе, игра очень ровная. И опять-таки все зависит от буквально там одной-двух драк. Вот сейчас пока видят вайпера снизу. Есть две опции. Первое, это мы можем пойти наверх и попробовать найти Бруде. Хорошо, она тоже моментально упадет. А это наглость. Это наглость. Это нужно моментально реагировать. То есть, конечно, у них высокий ДПС. Да, что-то слишком высокий у них ДПС. Это минус армора. Это медалька от Алхимика. И знает, это CDC. И нужно убивать. Нужно убивать и наказывать. Но CDC ничего сюда не успеют сделать. Абсолютно ничего не успеют. Они даже ничего не бегут. Ну, они пытаются на топе склитпушить агрессив. А тут просто стоит ХЗ и... Ну, с большой веры. Они просто не видят. Как бы тоже надо понимать, да? Ну, то есть, такое ощущение, что просто не хотят драться с тамбой зомбаря. Может быть. А, ну, рано или поздно придется это делать. Не, придется это делать. Но именно вот на этой точке, то есть, ставится тамба, Алхимик кидают тучи, выходят в зомбаре, начинают все бить. И тебе просто нереально подойти. Да, ну, сейчас зато придется убивать двух тинников. Миракль перестал вообще фармить на Алхимике. Вот. Такой пацаны что? Пацаны, кому аганим? Заказывайте. Ну, не так-то легко. Этот аганим еще один собрать, когда ты не фармишь, да? Потому что, мы видим, уже его Квапа обогнал, уже его Бруда обогнал. И чуть-чуть Вайпер догоняет Миракля. Надо бы ему опять немножечко боится. Как же боится. Не заходит. Ну, четкое понимание. То есть, они отжали Рошана, ну, где-то был враг, да? Учитывая то, что мы видим весь вражеский лес, и сюда еще не ступала нога агрессива, то очевидно, очевидно, что вся движуха, она вот здесь, ну, прям вся движуха. То есть, даже не стоит ходить. Но на месте CDC немножко другая очевидность. Очевидно, что они по Т2 Тауэром по-прежнему здесь находятся и боятся. И это шанс. Боже, какой же Алхимик четкий? Он покупает Владмир с следующим артефактом. Суппорт. Вот, Суппорт Алхимик. Это реально офигительный Суппорт Алхимик. Мне такие Алхимики по нраву. Паби только снятся? Да, да, да. И очередной стак делает здесь. Правда, не вышло. Не, вышло, вышло у него. Все у него вышло. Для Ноутейла. Ноутейл 16200 NetWars. Прям радуется жизни. Шикарный у него NetWars. Летит ему уже, летит уже, да. Баттерпляй. Вот он уже на месте, этот Баттерпляй. Пабочка нормальная. Вайпер бьет с ручек. Бруда бьет с ручек. Да и Клопа там иногда. Сейчас они его не пробьют. Да, да. Оверчардж виспа. Это 20% дэмэдж редакшена. Миссы. Медалька Алхимика. Не дай бог, он повисит на него. Это же вообще все. И это как второй Рошан. То есть это, знаешь, такой маленький Рошан. Да, реально. Причем он еще очень даже похож. Его реально в пятером не замесить просто. Так, ну и можно попробовать. Зато как он будет месить, если на какого-то Алхимика дадут Винтерс Кёрс. Тинни там тоже очень быстро разберется. Скажет, ты мне подарил, а теперь умирай от этого. Еще Паучков нашел. Очень много. Так, ну и СЕДС как-то зажались. То есть, да, понятно, что далее Игис. И можно какое-то время потерпеть. Но пока вы терпите. Ну, по-прежнему, вот тут вот стоит 4 героя. По-прежнему и фармит одна бруда. Тинни невероятно отрывается от творства. 17000 голды. Один шай. Он тут вообще один. Он на фонт их берет. Он реально их берет на фонт. Они думают, что это такое вообще? Где твоя команда, дружаня? А вот и команда. Вот она. И сразу страшно. И сразу совсем страшно. А топишь Шики. БКБ хочет вынести. Реально сейчас СЕДС очень боятся. Агрессив тоже будет с БКБ. Шики будет с БКБ. И летят на Шики. Да, это поможет. Подходит Нотейл. Вот посмотрите, как он пробивает Вайпера. Вайпер старается забрать Виспа. Вайпера подняли. Да, он таки много дэмэджа, но Вайпер-то умничка. Одного с собой забрал. Не, Вайпер очень четко отыграл. Максимум вынес из этой ситуации. Криту там тяжело было выжить. Я думаю, Крит соберет в ближайшее время себе Гост Септер. Пока мы видим Хлака у него появится. Что тоже, в принципе, правильно. Ну, а Гостов ставит себе на потом Крит. Ну и раз уж у нас есть Аегис, то самое время пойти его реализовывать. Забрали большую часть воров. Это снизу и на центре. Остался еще один наверху. И когда ты идешь по верху, ты сразу решаешь две проблемы. То есть, во-первых, Брудмазер тянет сплитпушит. Она вынуждена ретироваться. Вот на другую часть карты мы видим то, что тут фарминтеншентов. И тогда вы спокойно забираете товара, не встречая вообще никакого сопротивления. Так, ноутейл Аегис забирает у него, хотя нет, пока еще нет. Сейчас забрали грызть в БКБ. Поздно. Очень позднее БКБ. Но, кстати, вис только сейчас сюда. И Тини в драку. И будет ли Хлпа. Тини в соло. Пытается драться. Вот он Алхимик. Пошла Курсуа. Пытает ХЗ грызть ноутейла. Не получается у него сгрызть. И ноутейл дерется. Это минус Брудмазер. Невозможно. Это просто невозможно победить. Он слишком сильный. И Миракль топит Шики. Миракль просто блестящий. Сейчас будет стан. И тут же Мунминдер, который никуда Шики не отпустит. И это еще один враг. Минус три. Все три кор героя мертвы. Это был такой байт next level. То есть, в очередной раз Натейл имитировал, что он здесь один. Ему выбили Аегис. Его чуть-чуть не убили. И такой момент. Парни, добиваемся. Кидаем все силы. Но, как мы видим, команда ему помогла. Да, и в итоге 4300 у Ноутейла. У Миракль появляется Владмир с драки. Как же все качественно делает Оу-Джито. Вот же красавчики. Муншард сразу у Тини сейчас. Пока просто Муншард потом его скушает. Дальше будет выход с какой-то Кирасы. У них будет прям все. Будут все ауры. Да, да, да. Ой, как он бьет. Как же быстро бьет-то, а? Три стороны. Это еще беда. Три стороны. Бум-бум. Это еще без Кирасы. Но скоро будет. Да, конечно. Я вот свою очередь сказал, что CDC немножко странное. Они так активно доджили вообще все тимпайты. Да. А потом пошли бить Тини с Аганимом. А потом пошли бить Тини с Аегисом. И, как мы видели, разменялись довольно-таки нехорошо. То есть можно было, возможно, немножко подождать. Там момент, когда Аегис выпадет. И тогда уже сами нажать смог кого-то забрать. Но вот сейчас преимущество неимоверное. Не хватило нервишек, что ли, CDC? Я даже не знаю. Да, сейчас пять тысяч голды. И вот какой рывок делают по экспириенсу ребята из OG Dota 2. И, по-моему, абсолютно в их руках сейчас игра находится. Да, и Криту стоит все-таки Клоаку себе как-то в инвентарь положить. Вообще, что-то выбросить можно, там, стики, базильку. Владимир есть, зачем тебе базилька там? Ну, да, базилька, в принципе, не нужно. Если хочешь где-нибудь ману, то ботлом можешь ее залить. Ну, так что... Тут уже базилка ему абсолютно нет. Бациллу надо продавать. Забирает себе Клоаку. Потому что Клоака действительно принесет какую-то пользу. Это на Веспо. Да, и у нее почти есть деньги уже на ГОСТ. Поэтому у нас Лота, в принципе. Так, Алхимик, неужели еще Аганим покупает? Нет, Алхимик покупает Асаул Кирасу. Боже, мироклик, какой же ты четкий! Какой же крутой этот Алхимик! Я прям не могу вообще! Меня аж трясет всего настолько крутой. 8К Алхимик. 8К Алхимик, да! Да, вот за такие 8К хочется в очередь встать за автографом. Потому что это правильный Алхимик. Владмир, Кираса, Солар Крест, Блинк. Все для команды. Все для команды. Ничего себе. Но вообще билд приятный. То есть у тебя есть с одной стороны дамагер Тинни, который, кстати, у Юль Соколов Пауков нужно убегать. То есть с одной стороны у тебя есть дамагер Тинни он ДПС сносит. С другой стороны есть шейкер, для которого нужно создать пространство. То есть, ну тяжело там говорить, да, шейкер, давай идти ульти в пятерых. Нужно кому-то обязательно вперед пойти. Этих пятерых стянуть там на себя. Ну да, и Миракл с Нутеллом впаковались так, чтобы сейчас у шейкера появлялось полное пространство, чтобы забирать врага. Так. Ну, CDC продолжает доджи драки. То есть вот теперь они еще опаснее себя ведут. То есть вы подрались, когда у врага была Игнес. Вот сейчас можно было бы попробовать посражаться. Потому что есть теперь БКБ у Бруды, есть БКБ у Квапы, есть БКБ у Вайпера. Все, вы так нормально впаковались и надо идти. Да, CDC по-прежнему имеет хорошие же артефакты для драки, поэтому почему бы не начать эту драку. Он сейчас на Бруду будет нападать Тини и успеет ли ХЗ. Ой-ой-ой. Да, то есть по одному драться против Тини с виспом, которые могут прилететь куда угодно, забирают тебя за прокаст, это очень сложная задача. Да, и очередная смерть Бруды, это прям не очень вес. Ты посмотри на Детворс просто Нутейл. 24 тысячи. Это как у Бруды и Квапы вместе взяты. Да, ну а Химик помогает. То есть 4 тысяченки в его копилочку мы прибавляем. И помимо того, что очень хорошо у тебя Ганга Тини, мы имеем Алхимика, потому что как бы вы ни фармили, но его монетка решает. Он заряжает своих союзников, он заряжает себя. Это герой, который берет деньги фактически ниоткуда. Это герой, который дает тебе дополнительный слот на всю команду. Ни один герой этого не делает. Это 4 слота на секунду. Это самый сильный лейтгейм в доте. Давай скажем 5 слотов. 5 слотов, да. 5 слотов, да. 5 слотов. Слушай, а себе он может просто вручить Аганим так, чтобы у него в статусе был, да? Конечно, может. Все, об этом я не знал, к сожалению. Слушай, я никогда этого не видел. До такого лейта еще не доходило. Это логично, что он может? Но до такого супер лейта обычно в играх с алхимиком не доживает. То ли соперники, то ли сам алхимик. Ну, просто пока Аганим ему ничего не дает. А так, я уверен, айсрок посмотрит. ХПшечка, хПшечку самое главное. Мне кажется, что он чем-нибудь там для ульта. Да, может быть там еще для чего-то. Ой-ой-ой. И Кираса. Ну, ребят, по-моему, OG сейчас надо забирать вот этого камнеголового братана и идти просто-напросто в лобешник команде Сидек. Потому что они сейчас, ну, невероятно сильные. Там еще и Аджор появился у Ноутейла. Да, это Хелмов Доминатор. 3-300 там тем временем агрессиво. Сюда улетает. Рошан упал. У Ноутейла слишком много денег, как для нормального игрока в доту. И он купил рецепт на Сатаник. Боже-боже, он в драк упадет еще и с Сатаника. Сатаник, Муншард, Баттерфляй, Аганим. 33-ть минута. Ноутейл, Йохан, остановись, окстись. Окаянный, что ж ты делаешь? Он ближе к тому, чтобы поставить рекорд. На семи слотового Тинни. Да, Тинни, это да. Я думаю, таких Тинни у нас явно не было в последнее время. И с вами кумбазу бьет. Вот сейчас вот CD&C ждали, ждали, ждали. И у меня для них очень приятная новость. Приятная? Да, забегает Тинни 2500 хп. Есть бабочка, есть Висп, есть Аэгис. И даже как-то паспамить его не удастся. То есть, посмотри, как он бьет. Ну, прыгает с лопа, засалин стал. Вот 300 урона от шардов. Может быть, нюка от Винтера Верны. Но товара падают с фиминальной скорости. Запрыгнул. Раз, два. Боже, боже, боже. Они его не пробивают. Не, они его немножко пробивают. Ну, вот смотри, они ему 500 хп почти сняли. Но у него трешка. И он включит сатаник в какой-то момент, ребята. А у него еще две жизни, не забываем. Пошел, пошел. Надо напасть на него. Хотя бы выбить Аэгис. Ну, они стараются. И Квапа. Квапа! Какой лютый дэмэдж. Кини пошел в драку. Тамба стоит на месте с дэком. Я бы отсюда бежал. Мироко любивает Гардера. Тем временем Шики пытается в БКБ убить Тамбу. Здесь Q. Ноутейл решил, не буду я драться. А теперь смотрим на Шики. Стоп. Мама, дорогая. Мама, как же это страшно. Ой-ой-ой-ой. Как же это больно. Игзель здесь стоит. Ну, Миндарева не хочет отпускать, но он его не видит. Продолжает Ноутейл пилить базу. Да это же какая-то машина. Супер машина. Это прям машина убийства. Четыре. Трон ГГ. Боже, OG как же хорошо он играет. Он пошел под фонтан. Его фонтан здесь не убьет вообще. Ему просто плевать под этим Виспом. Ай, вкусная игра. Ай, какая же вкусная игра от OG Dota. Феноменальное исполнение от OG. В очередной раз они доказывают, что отдавать этой команде Виспа Стинни не надо. Потому что они какие-то чудеса творят. Они знают, как правильно. Как правильно это делать. Выходят ничьи из кабинки вот на публика, которые очень поддерживают.